В Прикарпатье полным ходом рубят лес, несмотря на запрет. Горные склоны лысеют на глазах. Активисты при этом говорят, что знают именно о тех, кто крышует незаконную лесозаготовку. А вот лесники утверждают, что пилят законно. Все подробности в материале. Лысые горные склоны начинают просматриваться еще за несколько километров до села Мысловка. А вот реальные масштабы катастрофы можно оценить только въехав в сам населенный пункт. Куда ни глянь, сплошь одни педники. Местный активист Василий Мельник рассказывает, с незаконными рубками борется уже не первый год. Когда-то признается и сам был лесорубом, поэтому все схемы хищения леса ему хорошо известны. Говорит, чаще всего лесники подделывают документы, выдавая добротный лес за низкосортную древесину. Или же используя при перевозках по несколько раз одни и те же талоны на кругляк. Приехали, околи, все, нашли диванку, зафиксовали на видео, все замерили пни и взяли по коштористу, что держали убыток на 173 тысячи. После всякой разборки, после следствия, то все, после сюда списали, все, и ничего, ничего не добилось, и никого абсолютно не доказали. А там размеры где-то около миллиона. Защитников леса в селе нашлось немного. Работы в Мысловке нет, и большинство жителей живут за счет лесозаготовки. Сотрудники лесничества уверяют, все рубки обоснованные, плановые. Мол, за прошлый год спилили не больше 30 тысяч кубометров леса. На вопрос о незаконных рубках отвечают так. Но активист уверяет, дела попросту заминают. По его данным, этот бизнес крышует начальник районной полиции. Мол, у него здесь даже свое лесозаготовительное предприятие, зарегистрированное на его племянников. Начальник полиции Хомин Василь Дмитриевич имеет свою технику, имеет два трактора Т-4, такие как танки русского производства, имеет три самопогрузчики, имеет 20 коней, пару человек оформлено. Он особенно рубит у территории. Ваши родители, племянники имеют какие-то отношения к лесозаготовки? Никаких. Никаких. Ни родителей, ни племянников, таких, как я считаю, Мельник, Сабани, он там называет. Я ни одного виду, что до них нет. Они никакие, не мои родители. Тем временем активист добился, чтобы вырубкой леса в Мысловке заинтересовались в службе безопасности Украины. В ближайшие дни в село нагрянет очередная проверка. Ольга Теребинская, Жанна Дучак, Зиновьев, Танас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Продолжение следует.